Это платье, а не боди. Короче, мы добрались до еще одного шкафа в другой уже комнате, в которой я сложила просто вот на эти полки, как могла, мамины вещи. А, это тоже платье. Вот. И, в общем, сейчас мы будем это все добро разбирать. У нас уже есть мешок, мешок икеевский для того, чтобы сложить туда вещи, которые мы вообще точно выкинем. Ну и те, которые мы сочтем годными для Авито, будем выставлять на Авито. Сейчас я придумаю, куда приместитюрить камеру. Наверное, вот сюда, да? Да, вот сюда. Да, вот, наверное, туда. Чтобы было все видно. Как-то она у тебя немножко под пизанской башней туда наклонена. Да. Может быть, лучше сделать наоборот, наклонную сторону стены. Да, это просто... А, вот, нервность конструкции. Все ровно. Да. Так, ну это у нас вчерашние вещи. Это мы сюда с тобой засунули. Да. Это то, ой, это то, что у нас вчерашнее. Это то вчерашнего расхламления осталось. Я их тогда вот сюда вот кладу. А давай мы их пока, ну, может, в стопочку просто... Мы вот сюда их пока положим, потому что здесь белье. А, окей. Мы белье пока не разбираем. Так, вот это вот. Тебе табуреточку принесли или ты, наверное, дотянешься? А для чего я до верха дотянусь. Окей. Так, вот это что? А, это все вчерашнее. Так, вот это и вот... Вот это вот футболка вообще в полоску, вообще огонь. Да. Да, кстати, а почему я ее вчера не забрала? Я не забрала. А мне некуда ее было положить. Мы были очень голодные и уставшие. Ой, а дай я вам тушку, шкаф закрою. Да. А ты дотянешься? А, да. Вот так. Закрыто, а как это прилично выглядит. Да вообще прилично выглядит, хороший шкаф. Вот это, кстати, кусок. Это тут стоит временный люхин стол компьютерный. Поэтому он закрывает. Надо было его развернуть. А как, когда надо его развернуть? А, вот это, я думала, ты про стул. Стол. Так, вот. Как что это? Это толстовка. А, толстовка. Да. Не знаю, что с ней делать. Но ты не носишь. Я не ношу, потому что она лежит здесь. Коламбия. Коламбия. Эмка. Эмка. Флисовая. Ты, кстати, хороший флис, Тоненький. Вот сейчас с вами будем ходить. Да, да. А тебе нужно сейчас или у тебя есть что-то? Ну, ты знаешь, вот с собакой гулять мне очень хорошо. Ну, ты заберешь с собой, как раз на машине приехал. Да. Ой, мне только там теперь дома нужно разобраться опять, чтобы там выбросить что-нибудь, чтобы вот это положить. Куда я это класть? Давай я на диван пол положу. А вот я сюда могу класть. Я вот здесь вот, я здесь кусочек стола протерла, а здесь чисто. Окей. Так. Ой, тут такие хорошие вещички. Но это уже надо выбрасывать. Совсем плохая? Ну, она в катушках, видишь? Она хорошая, глинфилдовская, по-моему. Да, давай сразу. Но это выбрасывай. Да, на мусор. Да. Вот эти шорты, я, наверное, до них никогда не похудею. Вот такие классные. А я в них не влезу? Я думаю, влезешь. Он вот тут вот на молнии. Ага, сейчас я выйду из кадра и померю. Они прям вообще шикарные. Летом прям ходить. Да. Да. А что если не влез? Придется тебе худеть. Тогда я буду худеть. Туговато, да? Да, туговато. Ну, не застегивай. Ну, не надо. А так вообще они такие... Да, мам. Они, кстати, очень хорошо сидели на мне. Они так стройнят. Так, мать, худей срочно. Они из чего? Это не шелк, но это что-то такое... Полиэстер, наверное, но он очень приятный. Ты похудеешь до них? Я легко. Я же тогда как похудела к твоей свадьбе? Я же к твоей свадьбе похудела на 8 килограмм. А что, сейчас опять набрала? А сейчас уже 5 набрала. Мама, ну как ты не смогла? И что, ты сейчас, получается, не влезаешь в синяю шевелевскую платью? Нет, не влезаю. Тебе не отдам. Тебе не отдам. Я похудею до этих штанов. Нет, у меня, кстати, еще что-то было. Я вчера... А, эти вот, спортивные. Штаны спортивные, которые ты мне привозила с Бали. А, голубенькие, бирюзовые, да. Да. Это что? Ой, это просто вот такая вот маечка. Она очень хорошая. Объекваю. Она шелковая. Шелковая маечка. Это хорошо на лето. Это то, что я шила. Да, жара наступит, может быть, когда-нибудь. Да. У меня есть белая юбка. Ну, ее с белыми брюками хорошо. И с белой юбкой хорошо. А, да, хорошая. Она такая, да, очень хорошая. Да. Хлади. Ой, это мы только с тобой долго будем разбирать-то. Ну, прекрасно. Майка какая-то дурацкая. Какая-то вообще, да. Никуда. Никуда, да. Я поняла, подо что у меня эти розовые майки. И одна, и другая. А, эти шелтые? Нет. У меня есть такой Кримсон. Знаешь, такая французская? Она бывшая модель. В Париже у нее магазин. И она такие из Кашемира накидки продает. Она вроде как платок, но он как... Нет, палантин, но он сшитый частично. Там голову продеваешь и так вот его по-всякому драпируешь. Вот у меня такая штука есть розового цвета. А, и под них хотят? Я все под них какие-то розовые майки подыскиваю, но как-то вот это уже неприлично. Ну, она да, уже какая-то просто спальная или как-то так. Да. Вот, вот эта приличная, вот эта хорошая майка. Вот ее надо оставить, потому что она вот тут аккуратненько все закрывает. А ты помнишь эту майку? Я помню эту майку. Я ее купила себе, ходила в ней, потом отдала тебе, ты в ней ходила. А она как... Опять забрала себе? Потом ты из нее... Она тебе мала стала. А, или она мне стала мала. Она тебе стала мала, ты мне ее опять отдала. И она... Она как новая. Главное, она хорошая. Да. Ни катушков, ничего нет. Цвет не потерян. Могут же делать, когда захотят, хорошие вещи. Иногда берешь, один раз постираешь и все. Да, да. А эта вот майка, она еще, я помню, она с цветком была. Цветок мы выкинули. Да. За ненадобностью. Да, он был стремный. Что-то я как-то не с того начала. Так, вот это у меня такой костюм. Так, я знаю, что я думаю. Аурон. Сейчас я возьму столик, потому что камера далеко и не видно, наверное, в камеру что-то показывает. Ладно, давай. Наш винтажный прабабушкин столик пригодился по всем вообще показателям. Ой, правда. Ну, вот этот вот комплект. Здесь вот такая вот нижняя майка. И вот с таким большим вырезом верхняя майка. Она, видишь, в каком-то индонезийском таком вот с индонезийским рисунком. Ну, мне кажется, это уже не... Видишь, тут даже какие-то надписи. Чем-то испачканы. Ну, давай в мусорку. Давай. Ну, мне кажется, это, знаешь, вот где-то что-то прищемили. Вот что-то такое. Потому что, в принципе, она была чистая. Я не помню, что я ее пачкала. Мои варюшки с лисичками. Катальные, кстати, катальные. О! А тебе там на коньках или зимой в лес ходить не нужно? Нет. Я в обычных варежках хожу в лес. Зачем мне? Авито продать. Ну, авито продай. Хорошо. Женя прикольный. Анил, между прочим. Я и говорю, анил. Да, они всякие хорошие, неплохой. Они вообще считаются детскими. Ну, они вот... Ну, я хотела... Да, 7, наверное, размер. Ну, они мне нормально как раз. Нет, мне тоже я могу кататься. Единственное, что я обычно люблю... Поскольку защиту надеваю... Слушай, там, а ты пальчики, да? Да, пальчики коротковатые. Я, поскольку надеваю защиту под... Ну, было бы очень плотно. Ну, да. А так нет. Вот у меня 7,5 размер. Угу. Нормально даже. Ну, вот мне тоже я их тоже купила, потому что они мне были нормально. Хотя продавали в детском отделе. Деточки большие бывают. Тоже какая-то не фертикультяпистая. Ну, уже такой как-то не нос. Хотя, по-моему, хорошая. Она хорошая, да. У нее цвет мне нравится. Она такая яркая. Ну, это... Не тяни. Это вот так делается. Так, и он уходит. Вот так вот, видишь? Раз, и все. И он уходит. Вот тут она где-то что-то... Ну, в общем, это вот так... Поделать, 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 она уйдет. Ты знаешь, я, наверное, ее оставлю. Да? Да. Потому что вот все вот эти вот... Ну, ее подо что-то. Я как-то оставлю... Нет, конечно, подо что-то. Под белое что-то. Белые брючки, белый пиджачок. Да, и будет хорошо. И будет очень хорошо. Да, там. Желтая сумочка у меня есть такая маленькая. Я помню, я ее брала как-то. Да, ты с ней ходила какое-то время. Ладно. Ой, вот это... Ой, как я ее любила, но уже, наверное, она устала. Наверное... Это шифоновая... Шифоновая куфточка. Да. Это дышила или купила? Нет, это я покупала. Хотя она... Она вообще шикарно выглядит. Да, она в хорошем состоянии. Она кинет сегодня. Я это в спине не пролезала. Она, наверное, мне мала уже. Чем она хороша? Я ее вот так вот сминала после стирки. Вот в таком виде сушила. Потом я утюжила у нее воротник. Вот эти вот полосочки маленькие, отделочные. И вот этот вперед. А спинка, вот спинка, она вся, и вот эта басочка. Все это оставалось... Ну, в общем, вот эту вот переднюю грудку. Ага. Вот. Это все оставалось таким мятеньким. Это, в общем, она такая, она очень милая, эта кофточка. Анна Верди. Нет. Ну, да, что-то Анна Верди какая-то. Ну, у меня она сейчас уже мала. Малая, я же тут-то. Ну, нет. А, где-то там я в спине застряла. Да, на кого-то, наверное, какого-нибудь. Сорок четвертый. 38, это сорок четвертый размер. Да, у тебя даже в груди не застегивается. Да. Оп, оп, маловато кольчушка. Да, снимай, снимай ее. Руки соедини сзади. Ага. Упу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, ладно, мы это тогда положим тоже на авито. Вдруг какой-нибудь романтичный барыш мне понравился. Да, да, потому что она натуральный шелк. Шелковая даже? Да, это натуральный шелк. Обалдеть. Так, вот эта рубашечка тоже натуральный шелк. Кстати. Она такая очень интересная. Она двубортная, видишь, у нее пуговки застегиваются. А это тебе как раз? А это, наверное, мне будет как раз. Наверное, это надо оставить. Сороковой, это на сорок восьмой. Не буду прикидывать, неудобно все это мятая надевать. Просто оставлю и все. Потому что мне она очень нравилась всегда. У нее цвет вообще очень красивый. Да, она очень приятная. Узкая. Так, вставляем. Еще одна розовая балька. Божечки. Еще одна розовая балька. Это мне не надо, потому что это мне прям совсем мала. Но она тоже на 38 размер. Ну, она хорошая. Ну, она хорошая. Но такой на Авито нет. Не выстрелишь, да? Ну, конечно. Вот как. О, боже, это красота нереальная. Да. Просто. Просто. Просто шикардос. Божечки, это вообще пушка. Ты в этом ходишь? Я в этом ходила. Походи. Можно, да? Можно, конечно. Все перепала красота. Да, тебе как раз будет она. Так. Еще очередная розовая. А, это пижама. Это где-то у меня тут. Где? Такие в клепочку. А, вот сюда я их положила. Вот. Нет, это не они. Нет. Те были более серые. Или это они. Или это они. У меня был так. А, они, они. Вот, комплект. Вот это вот штаны. Это комплект? По-моему, да. Просто как, тут клеточка, а тут какие-то птички. А тут птички, они серые. Нет, я помню, что к этому серые в клеточку штаны. Эти или нет, не знаю. В общем, я ее пока вот сюда кладу. Ладно. Так. Что это? Лесенька. Мешная. Ты показывай ее туда, что ли? На выкид. А что, мы туда будем показывать то, что на выкид? Да. А что, ты ее на выкид? Ну, у нее горловина уже плохая. А, ну да. Ну, какая-то желтенькая. Ну, все. Ну, да. Все показываем. О, моя любимая юбка. Помнишь? И я в ней ходила, и ты в ней ходила. Да. И к ней был, помнишь? Сейчас, подождите. Нет, она слишком сильно смялась. Ну да, так она рыб карандаш. Она очень хорошая. Нет, она вот... Чуть-чуть раскидается? Чуть-чуть колокольчиком. Чуть-чуть колокольчиком. Она очень приятная. Да. Летом в такой вообще классный ходить. Я помню, к ней еще был топ. Сзади он был на пуговичках. И в деревне, я в нем ездила в деревню и в джинсах. У меня даже фотка есть. И мы при отъезде из деревни стреляли из ружья. И я, значит, такая стреляю. И, видимо, от отдачи у меня все пуговки сзади на этом топе такие в разные стороны. И я такая... Побежала переодеваться. Да. Черт. Не знаю, куда девать, Анька. Такая классная юбка. Не знаю. Буду я в ней ходить? Наверное, не буду. Я не буду. У меня там красная одна есть в длине. Я в такой не буду. она очень хорошая не главный цвет она из чего сделана штапель она классная такая жалко выбрасывать давай пока оставим давай пока оставим я ее так всегда любила она вот кстати вот с этой желтой тоже будет хорошо смотреться у нее длина у нее длина до колена это моя любимая длина она мне самая удобная помнишь я тебе вчера говорила про армании армяни а ты учуешь чем мы спал и нет наверное вот это потому что ну я не знаю еще или это было или вот это сшито из брюк армании вот шелк тоже но ее тоже никто не будет носить уже да конечно самодельная вещь вообще как показала практика я понимаю хотя они прекрасно сидят я шью на стандартную фигуру 38 размера ну и туда ей дорога принесла тебе кучу позитива и удовольствия да да ой вот хорошие брючки да хорошие брючки не ходила не знаю как это читается утерка утерка бренд который портфлет у тебя серенький помнишь мы вчера нашли а утерка хороший бренд в нем ходишь нет нет не ходила давай попробовать просто штаны получать какого они размеры с 26 размеру терке наверно 38 поскольку мамины и они вон в гусиную лапку принт со скошенными ой он как-то называется гусиный это у нас он называется гусиная лапка да он как-то красивое название я тоже забыла сзади кармашков нет и они как-то брюки дудочки с подва я бы сказала что это дудочки они дудочки он уже не наверное дудочки потому что они заужаются да они чуть заужаются и вот у них такой подвороте важным низом да но может кому-то в эту но может кому-то потому что они хорошие да мне-то они просто по росту они будут у меня как бриджи господи сколько у меня черных брюк все черные брюки тоже оказались не нужны никому на авито я прям удивилась у меня были классные черные брюки у меня он тоже вот эти черные классные смотри у них еще пояс такой какой-то ленту можно вставить так завязать на каблуки встать и он выглядит очень нарядно да и не смотри какие у тебя прямо в этот пол к приложи к себе но я же ходила когда-то на очень высоких каблуках да это сейчас я на них уже совсем не хожу ну не знаю куда это девать ты будешь в этих санах ходить? да конечно нет ну давай накинь так жалко хочу попробовать на авито я не думаю что они выложатся в смысле купятся на авито ну как-то это так ну класс ладно кидаю вам сумку располнительную о шелковый жакет да я помню тоже тоже самошитый даже никому такой не нужен не знаю ты на себя да мало же мне будет прям совсем ну конечно мне же сейчас все мало ну вот все в подмышках да я тебе говорю да выжни спиной в камеру блин клевый по передам да а ты с какого размера то 48 а у нас на 44 да ну давай попробуем выложить на авито вдруг кто-нибудь ну вдруг это жалко жалко натуральный шелк это шелк натуральный да это пошив все швы и швы швы даже не обметы внутренний шов да внутренний шов чтобы ничего не ну чтобы без подклада носить чтобы это аккуратно было красиво с таким принтом девочки кто есть сорок шестого размера быстро заберите да и ты тебе малой на меня не налезет ну что такое на тебя не налезет а у тебя спина широкая так изобразие какое-то вам и худей быстро срочно так но если никто не возьмет пуговицу оторви ладно потому что это пуговица она у меня из комплекта у меня таких пуговица хорошо о шикарные брюки но они как сейчас модно с низкой талии да да сислы ну не знаю купит такие кто-нибудь могут сислы хороший бренд да да ой какие они это получается они они клюш от бедра или нет это клюш наверное нет они видишь как как-то они я бы сказала от середины бедра вот они отсюда вот отсюда клюш ну да наверное да и вот у них вот такой принт полосочку и они летние потрясные брюки ну маме уже маловаты нет да ну и талия у них низкая да талия низкая мы с тобой уже такое поняли что это не наш фасон да не наш фасон к сожалению но вот кому подходит низкая талия то что сейчас это в тренде это конечно прям пушечные штаны будут выложу на авито ссылка внизу в закрепленном комментарии и вот здесь вот вон шлевочки сзади шлевочки в общем офигенские штаны надо выложить да 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 потому что они можно сказать прям новые тоже на нибудь купила такая ну вдруг низкая талия мне подойдет да нет да но может один раз надела поняла что это не мою не на мои бока вот они штаны от этой кофты да вот вот в этот комплект так это а вот это же шапочка это шелочь классно это я не шила смотри-ка это не шутая это могу эти горлы шили да и она такая уютная только как-то ее надо не швом на лоб надела да не важно я сейчас никуда не иду просто надела да она удобная хорошая нужно что мне нужна конечно види лалы-лалы-лалы-лалы жёлтая вообще-то даже что платье только рубка да да классненькая платьишко я не помню что это за бренд. Я как всегда. Все спарываю? Все спарываю? А как нету с тканью? Не знаю. Как обычно. Я всегда все спарываю. Не знаю, но такой хороший материал. Ткань хорошая. Ткань эта кстати и куплена в том же магазине. Помнишь, вот у меня есть такая синяя блузка? Она вот как вот эта, встроена только с длинным рукавом. Да, короткая, да. И вот она из такой же ткани. Она такая какая-то вот неубиваемая ткань. В этом платье я не хожу, потому что она короткая. А в той блузке я хожу и очень часто. Ну что, я не знаю куда ее. Ну да. И она прямо вот ее постирала. Она как стекает, так очень удобная. Да хорошо вот такие ткани. Да. Так это никому нет там. А что это? Это майка. Это просто белая майка летняя. Окей, хорошо. Носи. О, вот это. Вот это такая печь гламурная. Итальянская. Не помню какого бренда, конечно же, тоже все срезанная. Ну что я тебе показываю? Или мне вот сюда надо встать? Вот такая вот она вся кружевная. Ой, она очень приятная. Да, она приятная. То есть она кружевная, не колючая, а такая. Не колючая и оно такое вот эластичное. Угу. Сашка что, гречку делает? Похоже. Ага. А может быть кто-то из соседей? Не знаю. Сейчас придем. В общем, я не знаю, для чего она, но я ее буду хранить. Очень красивая. Да. А может быть ее можно, как знаешь, вместо прозрачного вот этого вот сетчатого белья, а сверху какой-то сарафан надеть. А можно, да. Вот так. Да. Как цифры сетчатые... Водолазки. Водолазки, да. Они где-то здесь, кстати. Так, одну полку разобрали, и тогда вот эту кладу туда на полку. Ну да, то же твое. Целую полку разобрали. Да сейчас вот опять. Раз. Красиво. Опять все занято. Так, поехали. Ой, вот это хорошая майка. Слушай, у меня майки такие хорошие. Зачем я покупаю майки? У меня тут столько маек. Вот эта майка, она хоть... Это твое майка. Угу. Но она очень приятная. Да, и она, смотри, не закатывается. Хорошая. Да. Она очень классная. И вот мне нравится, что тут яркие такие рыбы. Не блеклый какой-то рисунок, а яркий. Да, хорошо смотрится. Да. Так. Ой. Это что? Еще майка. Майка алкашка. Это вообще какая-то мужская майка. Ну, я в таком точно не буду ходить. Илья. Ну, давай сразу. Я не знаю, что это. Чья эта майка? Да, сразу тогда вымусорку. Чья эта майка? Почему-то мужская майка ко мне затесалась. Вот это очень интересная. Ты такие не любишь рукава. Это вот такой вот рукав. Вот она, осторожней. Да, да. Но она очень интересная. Она вот сейчас вот такая вот маленькая-маленькая. После утюжки она станет вот такой. Это какая-то... Это что за ткань такая? Странная ткань. Она вроде вискоза. Но вискоза, она действительно, она после утюжки немножечко так раздается. Но это очень сильно растягивается. Слушай, а я бы не сказала, что это вискоза. Ну, вискоза, она другая. Ну, в общем, хорошая блузка. Но я в них ходить не буду. Не будешь? Нет. Ну, и мне она тоже не подойдет, потому что она теплого красного. Вот, да, она такая малиновая какая-то. Мальчишки и девчонки. Она вот, да, сейчас она такая маленькая, но она... Надо ее попробовать свою тюжет. Ну, да, наверное, на 46-й. 48-й будет тут плотновато. Да. Вот. Девчонки, кто хочет? Ссылка в закрепленном комментарии будет. О, мой любименький дождевичок. Да, я, кстати, его мерила. Он так все равно смотрится, но у нее очень классная ткань. Штельман. Немецкий. Штельман. Ну, нет, мне с собакой гулять возьмут. Сколько у тебя нарядов гулять с собакой? А я только с собакой гуляю. С собакой, да по магазинам. Смотри, какой он. У него же еще пульс есть. Нет, он, да, он прикольный. Пульс я, кстати, не нашла, когда там разбиралась. Может, в кармане? Слушай, правда, гречкой пахнет. Пойду ее, Сашка, слушай. Сашка, ты гречку делаешь? Да. Так, ладно, отличная вещь. Пусть только надо найти. Текс. Ануся, возвращайся. Да, это Сашка делает гречку, будет нас кормить. Как он нам молодец. Да. Ой, это твое платье клевое. Я помню. Ты его, по-моему, сама шила или нет? Да, да, я его сама шила. У него сверху, снаружи какая-то синтетическая ткань такая тоненькая, прозрачная. А внутри натуральная шелковая подкладка. Очень красивая. Да, оно было когда-то красивым. А что с ним оно потом? Ну, у него, вот смотри, оно уже все, нельзя носить. А, затерто. У него швы. Я ему несколько раз, я его ношу, ношу. Я же его носила вообще, помнишь, как-то, не снимая вообще, несколько лет. И видишь, у него строчки уже не выдерживали, начинали лопаться. Я их распарывала, шила новые, они вот опять распарываются. Ну и давай, в нем, значит, уже ты свои эмоции отходила. Да, 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 я сейчас эту пуговицу у него откручу. Нет, лучше отпарю, потому что она натуральная, перламутровая и цветочком сделанная. Ну, давай. Так, все. Видишь, какая красивая пуговка? Сюда покажи. На, напаши, покажи. Какие у меня пуговки красивые. Сейчас, сейчас покажу. Вот пуговка. Так, вот камера. Так. Вот. А, не фокусируется. Ну, в общем, она как цветочек и перламутровая. Очень красивая. Да. Так, поехали дальше. Ой, это шарфик. А, итальянский мой шарфик. Угу. Купленный в Италии. Ой, все. Так. Это вот к той желтой маечке. Она будет плохо смотреться с той желтой маечкой. Она слишком яркая, а он слишком такой приглушенный. Не надо. Надо с чем-то другим. Надо с белой маечкой. Хорошо. Как скажешь? О, еще одна такая юбка. Да. А эту юбку вообще даже утюжить не надо. Да, хорошая. Интересно, она меня подлинит. Не. А почему это нет-то? Ну, куда? Если я ее на талию, она мне будет очень короткая. Если я ее на бедра, будет... Она вообще на бедрах должна быть. Эта юбка эта... Ну, все равно она короткая. Смотри. Она такой длины... На твой рот. Она такой длины, при которой очень красиво смотрятся ноги. А ты умеешь продать. Сейчас померю. Померю. Потому что... А ты говоришь, я не продажник, я не продажник. Я не продажник. Ну, я просто люблю эти вещи, но я понимаю, что у меня их слишком много. Да. Так, где-то вперед. Потому что я их уже много лет не ношу. Уж года два-три точно не ношу. Она тебе узковата. Нет, она просто тянется, а вообще она тебе узковата. Надо все опять на кого-то поменьше. Сейчас покажем юбку. Да, вот тут видно, что чуть-чуть узкала. Да, да, да. Она вообще такая классная. Классная она, классная. Главное, что в этой юбке она сделана из сеточки. Ее после стирки не нужно вообще утюжить. Это для отпуска идеально. Да. Вообще идеальный вариант. Для отпуска. Для отпуска вот в чемодан бросил и пошел. Да, и вот три юбочки на все случаи жизни. Да. Ну и все-таки я бы для кого-нибудь понижировала. Надела белые штиблеты, белую футболку и шик. Я бы на рост 165-170 бы ее носила. Она была бы вот такой вот длины. Нет, 165 она... Вот я 165. Если ты ее снижешь, я ее к себе приложу. А ты посмотришь... В общем, она такая очень правильная длина. Так вон туда встань, чтобы было у тебя в камеру видно. Вот, вот. Вот она такой длины на 165. Рост она прям идеальна. И какой она размер? 46 наверное, да? Ну, 44-46. 44-46. Потому что ты сейчас, наверное, 46. Я 46. Да, вот. Она, наверное, на 44. Вот. Ближе к 44, чем к 46. Ну, давай. Может, кто-нибудь из девчонок. Потому что, ну, она такая прям вот такая. Вот то, что ее не нужно утюжить, это просто идеальный вариант. О, моя лисичка. Так. Ну, сколько у меня таких кофт, я не могу. С лисичками немеренно. Оставлю. Не можешь, да, оторваться? Не могу оторваться. Ха-ха-ха. Так. Это что? Водолазка. Это водолазка, да. Водолазка, хорошо. Кстати, хорошая водолазка. Оставлю. Водолазка. Тебе оставлять? И мне можно оставить. Я люблю очень водолазки. Я не люблю водолазки. А я люблю. Водолазка. Ой, на ней даже написано. Just pure one. Море, море. Море, море. 36 размер. Не, ну, на большого такого, 36. Pure one. Чистая единица. Оставлю единицу. Она очень приятная. Да, одна ощупь такая. Хорошая, хорошая. Так, еще. Спальные штаны. Ой, это я такие люблю. Так вот, твои, наверное. Или мои. Нет, это твои. Мохито коллекшн. Да ты что, правда? Да. Пижамные такие штаны. Они, наверное, тебе как раз. Тебе не нают такие случайно? Надо. Давай. Хорошие штаны. Хорошие, да. Почему пижамные? Можно как шорты носить. Лето. Они же с этими здесь. С кружевом. Ты не обратила внимание? У них же тут кружево. У меня были шорты. Ой, ты туда зря положила. Ой. Были хорошие, теперь стирать. Вот же у них кружево. Да, у меня были такие шорты из хэбэшной ткани. А кружево было вот так вот по бедру. Ага. И вот здесь вот еще на ноге. Я их в Крыму. У меня все шорты были в стирке. Я решила их надеть, потому что больше не в чем было идти. Ты что, все парни такие, боже, какие шорты, какие крутые шорты. Пам, ты такая секси-едка. Ну, конечно, потому что ты шла в пижаме. Пижамный стиль, знаете ли. Вот поэтому они на тебя все и кидались. Ну, они не кидались, они очень деликатные. Ну, было круто. Так, купальничек. Купальничек хороший, просто черный купальничек. Мне кажется, у меня такое же есть. Тоже из декатлона. Правда, там нету вот этой надписи, он просто черный. Так, мерить не буду, просто оставлю. Просто оставь, да. Бау! Да, свадька? Бау! Классный. Так, оставлю. Вещь нужная в доме полезная. Да. О, шорты. Мои шорты наносить я их уже не буду. Вот эти шорты я точно наносить не буду. Они, они... Че? Perfect Fit. Села. 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 Села Perfect Fit. Да. А че, хорошие шорты? Хорошие. Я же че говорю. Так вот. Носки. Спортивные штаники. Даже здесь вот с этой... Как с названием? С внутренними трусами. С внутренними трусами, во-первых. А во-вторых, с веревочкой. А, с веревочкой. Селевочку тут. Секси. Шортики. А, Аня, тебе это надо. Сейчас я... Да, это надо видеть. Это надо видеть, как эта мать надо мной издевается. Хвост тебе только надо опустить. На хвост не влезет. Сейчас, подожди. Так, где вперед, где сад? Я мою все равно. Красота неземная. И куда мне в такой шапке? Это купальная шапка. Так, ну как, в купальной шапке важно, чтобы волосы туда влезли. А у меня, если волосы туда влезут, то голова не влезет. Это на мою голову. Только намерить свою шапку модную. Так. Как это... Девочка... Нет. Женщина, почему у вашей дочки глаза на выкате? Не знаю. Может быть, ей хвостик послабее завязать? Как-то такой... Что-то был какой-то такой анекдот. Я уже, конечно, его не помню. Но что-то было такое. Ну и что, ты в этой шапочке норм в бассейн ходишь? Да ты с ума сошла, что ли? Я помню, как ты ее купила. Ой. Цвет понравился. Нет. Мы были в каком-то доме отдыха. А там в бассейн без шапочки не пускали. А на входе продавали вот эти вот... Вот эти вот. Выкинь. Какой-то детский, по-моему, вообще вариант. Я не знаю, какой это вариант. Но у них кроме этого ничего не было. А без этого они в бассейн не пускали. Знаешь, какой я взяла лайфхак? Шапочка для душа. Бабульки плавали в шапочках для душа. Чем тебе не шапочка? Да. Они с этими, с полями, что ли, были? Нет, они без полей, но вот как шапочка для душа, резиночка. И она такая пластиковая, как пакет. А, это подвязочка, не как это, набедренная такая повязочка. А, парео. Парео, да. Тоже, кстати, утюжить не надо, потому что есть сеточки. Да. Ой, хорошие вещи какие у меня тут лежат. Просто залежат чудесные вещей. Носок упал. Это что? Носочек упал. Нет, вот это у меня что? Вау! Вау! Это хорошая маяка. Она сидит хорошо. Она так стройнит. Это тебе теперь как раз. Мне мало. Да? Да. Давай. Мохито. Иксэс. Иксэс. Представляешь, я когда-то носила иксэс. А да я померю. И мне даже обидно до слез. А сейчас ты что? А сейчас я ношу LXL. Мать. Я твоя мать. Чудик. Люби меня и почитай. А я чем занимаюсь? Всегда? Всегда этим. Ой, она мне как раз. Я что, эксэс? Вот и эксэс. У Мохито какой-то... Видишь, какой у нее рукав? Да. Очень. Вот такой вот. Вот такой все здесь закрыто. И она такая... Она очень приятная. Перчатки можно? И юбка. И пошла. И впервые. Нет, те блестящие штаны. Да, кстати, будет круто. Да. Шокус. Беру. Бери. Так. Что это? Тут какая-то всякая ерунда. Ой, это не ерунда. Ой, как я их искала. Как они? Вот они тут лежат. Это что такое-то? А это, который, знаешь, надеваешь ботинки, надеваешь вот эти штуки. Если ноги мерзнут, натянула. Вольфы? Да. Гетро? Ну, это как это? Это получулки. Они вот такой длины. А если жарко, так вот их сюда спустила на ботинки. Ага. А, они гармошкой красиво смотрятся, да? И они гармошкой там сидят. Да. Вот хорошая вещь. И они такие какие-то тепленькие. Тепленькие-тепленькие. Так. Вау, колготки. Не знаю, нужны? Я не ношу уже колготки. Я в коричневых тоже не хожу. Туда, да. Хотя хорошие колготки. О, это мои носки из прозрачных резиновых сапог. Да, я помню. А сапоги-то живы? Конечно. Ага. Ну, ладно, тогда оставляю. О, это же, это же, это мой любимый кашемир. Это моя любимая кашемировая кофта. Не нравится? Не смотри. Нет, мне нравится. Просто столько вещей, что у меня голова кругом. Уже. Уже голова кругом. Ой, вот. Где-то еще трусы должны быть. Вот они трусы. Вот это мой самый любимый купальничек. А, так как он? В танкине называется? В танкине называется. Да, да. Так, хороший купальничек. Кстати, надо его отсюда забрать. Туда, домой. Опять ноготь какой-то сломала. Ой, вот этот вот у меня тоже хороший такой купальник. Не, в другую уже не хожу. Он выглядит красиво. Ой, я толстая. Я толстая и некрасивая. Ты красивая и не толстая. Что ты нагопарываешь? Я толстая и красивая. Видишь, какие трусы. Видишь, какие? Я в таких трусах когда-то ходила. Уже занято на одну ногу. Налез вот уж, прости за откровенность. Я сама знаю. Можешь, я тебе сама такую же откровенность могу сказать. Лифчик, смотри, какой. Весь такой. Офигеть, такие кружева. И мне будет мало. Мне тоже. А у меня вот, ну, у меня грудь широкая. У меня же грудная клетка и спина шире, чем у тебя. А, да. Слушай, может пока оставить? Оставь. Потому что я похудею. Потому что мне цвет у него нравится. Мне он вообще очень нравится. Такой очень элегантный купальник. Да. Просто какой-нибудь там лакшери золото. Да, да, да. У него вот прям вот эта вот блестячка такая. Какая-то прям она очень... Очень деликатная она. Очень деликатная, правда, что. Так, вот это я носить не буду. Это толстовка, потому что я в ней... Хотя нет, она хорошая. Она хорошая, с лисичкой, по-моему, да? С лисичками, да. Тут кругом одни лисички. Хорошая толстовка. Ладно. Ладно. С собакой гулять. Гулять с собакой. Персику очень повезло. Ты с ним всегда гуляешь в нарядах. Да, ко мне даже боятся. Вот, знаешь, что интересно? Я же все время гуляю, такая вся светлая, в какой-то светлой одежде, в светлых толстовках, в светлых штанах. И все собачники, всех своих собак, сразу берут на поводок, когда видят нас. Чтобы не спачкали себя. Чтобы собак... Да, потому что собаки, они же бегут, они радуются, они начинают прыгать. Они прыгают на всех, но не на меня. Потому что при виде меня все сидят на поводке. Вот. У нас такая есть Маня, французский бульдог. Она прыгает на всех, она всех любит, она всех целует всегда. У нее вот такая вот будка. И она такая подпрыгивает, и тебя будет суровать. Ой. Мама. Это ужас. Ну, она такая хорошая, она такая милая. Ну, а теперь я ее, знаешь, как я ее ловлю, если ее хозяйка не увидела, что я... Заходи! Если вы можете, то пойдемте... Мой персенька мой пришел. Мой мальчик пришел. Вот он он, персик ты такая. Мой хороший мальчик пришел. Я за столом. Хорошо. Хорошо, Сашик, мы сейчас идем. Вот. Я ее сразу... Она бежит ко мне, я ее сразу вот так ловлю. Она мордой упирается мне в руки. Ага. И такая... Такая хорошая-хорошая. Так. Ну, вот эта вещь хорошая, я ее очень всегда любила, но сейчас уже такие, по-моему, не носят. Ну, да. Но она... Какая-то вся такая хорошая. Да? Да. Прям даже жалко выбрасывать. Она в отличном состоянии. Да, у нее такой трикотаж прям клевый. Да. Вообще и рукавчики живые. На ней что-то написано. Да, я посмотрю. Орса. Орса джинс. А, это бренд, кстати, он в авиапарке у нас продавался. Я помню. Слушай, ну давай ее выставим. Ну, попробуй выставить, давай. Вдруг, ну, бывает же. Ты тоже размерчик. Она очень-очень хорошая. Да, у нее вот и подмышечки целенькие. И ничего не это самое, не закатанное. Да, хорошая. Ну, попробуем. Вдруг. Да. Ну, что, мы сейчас быстренько разбираем эту полочку. Да, и пойдем кушать. Ой, это же этот, Гленфилд. Нет, это я не буду отдавать. Это классическая, хорошая такая, с мысиком, шерстяная. Да, вещь хорошая. Ой, вот это шикардосная вещь. У нее, смотри, как у нее сделаны эти швы. Видишь? Да, да, да. Они типа стреляют. Подмышки идут вот сюда немножечко вперед. И тут с разрезиками. Да, красиво. Выставляй. Да. Так. Ой, еще одна. Ой, вот эта. Это тоже кофту я очень любила. Я все свои кофты очень любила. Тоже кашемировая. Угу. Никому не отдам. Все мое. Моя прелесть. Моя прелесть. Еще одна кашемировая кофта. Это все Губи Кашемир. У нас когда-то он был рядом в магазине. А под эту я надевала белую рубашку, черную юбку. С этим с высоким поясом. Вот сюда вдевала ремешочек тоненький вот такого цвета. Ну все. И Александр Михайлович не устанет. Теперь варит нам гречечку. Очень, да. Хорошая кофта. Девочкам на заметку. Ой, вот эта юбка, она сделана тоже колокольчиком, но как-то вот что-то мне в ней не удалось передать. А потому что ты карандаши любишь, а не колокольчики. Наверное, да. Ты же таких даже не ходила. Вот я ее сшила. Не надо? Тебе не надо? Нет. Тогда вон туда. А я тоже в юбку хожу, только в джинсовой. Синий ящик. А она, это ты сама шила? Это я сама шила, да, поэтому вряд ли ее кто-то востребует. Да. Хох-спорт. Хох-спорт. Носки. Ну, носки и носки. Ты как-то это свежи вместе. Давай я. Уже. Уже. Так. Ой, это что, еще один? Юбка. Юбка! Юбка, гусиную лапку. Без бренда. Наверное, нет никакого бренда. Конечно. А, это же я сама шила. Нет, это я шила. Она такая прям, потрогай, какая она хорошая, шелковистая. Как будто шимировая тоже. Да. Вот это я уже не помню, из чего она сшита. Хорошая юбка была. Ну, все. Там еще шелковь. Юбка. Я уже никуда не хожу. Так, мы ее то выбрасываем, поэтому... Да. Отрезаем пуговицу. Юбку. А то вдруг пуговица пригодится. Ой, пуговица такая красивая, такая красивая пуговица. Да, вот тут пуговицы лежат. Так. Так. Сейчас. Ну, все, тут одиннадцатки остались. Ну, все, пойдем тогда есть гречку, а потом продолжим. Хорошо, я согласна. Одна полка осталась. Да. Я ее, наверное, вот так сделаю. Сейчас вот так сюда переброшу. Чтобы удобнее было тебе. Да. Вот так. Опа. А, ну тут вообще разбирать-то нечего. Тигня осталась? Да. Детский сад? Ой. Да. Для стажеров. Однозначно. Так. Это вот такая хорошая сумочка. У меня есть одна такая сумочка. Я к ней ручки переделала. Кожаные. Это вот просто косметичка. И чего тебе нужна еще одна такая? Нет, не нужна. А, нет, ну как косметичка хорошая размер, удобная. Да. Нужна? Да. А, да. Это удобно. Это Верка тогда мне две штуки подогнала. Вот. Че это? А это не то, что мы вчера разб... А, нет, это другие какие-то... Это следующий. А, это что такое? Я вообще не понимаю, че это такое. Это какой-то низ от юбки. Или от платья. А, это у меня такое платье. И что, это от него низ? Это от него низ. Наверное, я хотела это сюда что-то переделать. Не понимаю. А вот это мне нравится. Что это? Вот так, вверх ногами. А, Париж. Это габелин. Габелин. Это все оттуда же. ВДНХ, павильон. Карелия. Карелия. И все это там закрылось. И все это там закрылось. Так жалко. Какая женщина. Чума. И че? Ты из этого подушку-то будешь делать? Да. Может быть, когда-нибудь. Забрасывать не дам. Да нет, нет. Хочешь продать? Нет. Мне бы вот с этим разобраться, то, что мы выложили уже. Почему нет? Да, потому что это нужно отфоткать, выложить, придумать, за сколько это можно продать. Как-то это вот так вот нужно. С тобой согласовать. Да. Ой, со мной можно даже ничего не согласовывать. О, мой любимый костюм. О, да. Он такой классный барби-стайл. А где пиджак? Вот он. Да. Вот это костюм. Да. Такой он был прям, ну, такой шикарный. А мне надо фотку у тебя взять. Сейчас еще ничего. А ты в него влезешь? Ага-ха-ха. Нет, я в него сейчас не влезу. Да я ходить в него уже не буду. Мне некуда в нем ходить. Он такой шикарный. В ресторан. Женская. Да, неоднозначно. Так, денег нет в карманах? А тут и карманов-то нет. Вот, да. Так. Да, но она очень классная. Да. Приложи к себе обратно. Да. Ну, а что тут прикладывать? Юбка, юбка, юбка. Да, 165 у тебя рос, да? Да. Господи, на кого? Да. 165, ну девчонки. А, это вот сюда. Юбка. А жакет вот такой с коротким. А жакет на тебя не наденется сейчас? Нет, нет. А жакет с коротким рукавом. С маленьким английским воротничком. Без подкладки. А, и тоже все вот эти вот... А, кармашки-то у него... Ну, нет, тут не кармашки. Это так, видимость. И рукавчик у него коротенький, но вот с такими вот... Микробуфами. Такие складочки, встречные складочки. Ну, в общем, шикарный костюмчик. Очень люблю. Да, люблю, помню. Очень я его люблю. Люблю. Ну, ладно. Если не продастся, я его буду носить сама. Ну, все беленький. Так, что, все пять ноги сломалась. Да со всех сторон я что-то все цепляю, цепляю. Так, это что-то кожаное. Это леггинсы. Мои леггинсы кожаные. А, это не кожа, это заменитель. Ну, заменитель, да. Это ползидония, по-моему. Ой, это какая хорошая вещь. Вот с собакой мне вот это вот нужно. Потому что моя собака на этом не оставляет шерсть. Да, да, да. Любая собака на этом не оставляет шерсть. Ой, это я заберу. В этом я буду ходить, гулять с персеечкой. В тех толстовочках, замечательно, шикарных. Которые с лисенком. Да, и в этих штанах. Ой, как это будет красиво. Я буду неотразима. Ой. ОВС. Аверс я их называла. Да. Такие брюки. Бручки. Бручки превращаются в элегантные брюки. Ну, не знаю. 44 размер. Твой? Нет, не мой. Ну, тоже она, видишь, с низкой, средней даже, наверное, посадкой. Да? Куда делать? Туда? Туда. Туда. Попробуем, вдруг найдется счастливое покупатель лицо на этих. Ой, да. Они же хорошие. Да. Жалко, что кидывать. Прямо жалко. Ой, а вот эти с высокой талией. Да, я их помню. Ты ходила еще в высоких сапогах. Такая, как жакейский у тебя был прикид. Это вообще шикарно смотрится. Да, но я в них не влезу, наверное. Попробуй. Да, попробуй. Потому что они очень растяжимые. Но, правда, 36 размера. А я только подела. Ну, ладно. Живот чуть-чуть будет торчать. Да, сапоги Ботфорта у меня тогда были такие чудесные итальянские на совсем плоской подошве. И вот эти штаники. И свитер сверху. Ой, это было вообще чумачечи. Видишь, они как тянутся? Они такие, прям как леггинсы. Да, да. Опа, на! Опа! Так, классные. И даже это... Аня! Ты такая чумачечья девчонка стала? Да. Мне очень нравится. Просто шикарно на тебе сидит. Да? Да. Идите. Да. Смотри, как здорово. Сейчас я. Да. Ух ты. Классные штаны. На мотике кататься. Ты что, на мотике такие пилизала? Подтенки. Почему? Ну, потому что, если падать, то... А, защиту дали. Там что-то не защитят. Доходить. Собак гулять. Да, себе возьму. Никому не отдам, себе возьму. Такие тоже. Жаденька, да, виденька? Так. Ой, вот эти джинсы очень маленькие. Да, я пыталась в них влезть. Они вообще банкрические. Они очень-очень маленькие. Очень-очень. Они какого-то... Они прям... Не знаю, я не вижу на них размер. Он отрезан, конечно же. Видишь, вот это вот напечатано, поэтому это не срезано. Ну, я не знаю. Наверное, 36-го. Нет, наверное, 38-го. Нет, это 36-й, наверное. Все-таки, наверное, 36-й. А что за бренд? Нет, это не бренд. Это не который Димон тебе подогнал? Нет, 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 нет. Д-81. Да. Ну, давай тоже побыстрее. А, вот они, это и есть. Вот это и есть бенд. Д-81. Не знаю. Ну, в общем, хорошие штанчики. Да. Такие узенькие, узенькие, хорошо. Хорошо тоже сидящие. А, если вы видите, как это прикрасить? Да, я в них ходила. Да, конечно, у нас такая же закрутая. Да. Так, а это что? Это... Ой, это чехол, это одеяло. А что в нем? А в нем... А в нем... Чулки, носки. Не буду разбирать. Не разбирай. А они тебе нужны? Ну, я потом посмотрю. А... А... А...